Здарова! Это опять моборк, опять топ и опять я трэш! Давненько у нас не было добротного экшена! А потому, усаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном и лицезрите! Топ 5 экшенов от третьего лица! Тише-тише! А первого будет в следующем топе! Доволен? Итак, поехали! Вечно таким здоровым, накачанным мужикам, как... Ты! Приходится делать всю грязную работу за коррумпированными корпорациями! Но перед тем, как ты отправишься на очередное задание, я проведу краткий брифинг. Итак, в твои задания входит проникновение на секретную горную крепость, устранение охраны и уничтожение маниакального ученого Эдгара Симона. Сынок, Америка будет в долгу перед тобой. В игре Shadowgun ты выступаешь в роли Джона Слейда, охотника за головами из корпорации Shadowgun. Используя оружие 2350 года и личного андроида Сара, тебе предстоит выполнить задание, о котором я проинструктировал тебя ранее. Игра может похвастать великолепным ИИ противников, огромным разнообразием врагов и боссов, а также консольной графикой. Вы только посмотрите, это просто таки спи***ный гирсофор прямо на твоём девайсе. И при такой картинке в неё можно пошпилить на устройствах пятилетней давности. Тебя ждёт зубодробительный мужицкий экшон с укрытиями и перекатами. Сюжет достойный прочих высеров Голливуда и несколько вариаций его завершения. Нет, но вы слыхали это? Мама мне всегда говорила не открывать чужим дверь. А я взял и открыл. Теперь не могу от него избавиться. Но говорят, что хищники могут с этим помочь. Правда, у всех на этот счёт мнения несколько расходятся. А одни говорят... Другие... Но я знаю, кто может решить этот спор. АВП Evolution точно поможет тебе определиться, кто же круче, хищник или чужой. Тебя ждут две полноценные сюжетные кампании двух жесточайших враждующих рас. У каждой есть свои потребности и конечная цель. Как чужому, тебе необходимо уничтожить хищников, освободиться от порабощения и вечного преследования вида. Тогда как в роли хищника тебе предстоит уничтожить королевы чужих. Дабы предотвратить перенаселение и доминирование. Ну и конечно же, как всегда, под лапу с обеих сторон тебе попадут ничтожные людишки. Вечно им не везёт. Помимо двух кампаний, здесь есть великолепная прокачка и рост за каждую из сторон. Позволяющие пройти весь путь от создания до уникального, модифицированного собственными руками монстра. В игре обилие способностей, особых добиваний и оружия. А великолепное управление и графика дадут сполна насладиться любимой атмосферой. Мастер ужаса Альфред Хичкок как-то сказал, что нет ничего страшней запертой двери. Но как по мне, одинокий корабль в космосе. Тысячи открытых дверей и ты в окружении полчища монстров. Это ещё тот повод построить дачу. Вдобавок, я забыл упомянуть, что космос вокруг тебя мёртвый. В потрясающем научно-фантастическом шутере Dead Space тебя ждёт уникальный сюжет, повествующий об инженере по имени Вандал, которому поручили уничтожить несколько панелей на космической станции справу. Вследствие их уничтожения на корабль попадают отвратительные и опасные некроморфы, которых тебе и предстоит истреблять. Вдобавок, у главного героя не все дома, из-за чего тебе предстоит пережить множество галлюцинаций и неожиданных сюжетных поворотов. В игре великолепное управление и атмосфера, заслужившая похвалу от большого числа игрокритиков, а звуковое сопровождение даже удостоилось отдельной награды. В общем, если ты не играл, то тебя ждёт крепкий хоррор с великолепной графикой и сюжетом. Хочешь, расскажу тебе настоящий ковбойский анекдот? Едут как-то два ковбоя. Джон, когда ты куришь на скаку, ты смахиваешь на идиота. Хорошо, Билл, я буду смахивать в другую сторону. Тебе не смешно? Это потому, что ты никогда не был в диких пустошах. Приготовьтесь к захватывающему двадцатичасовому путешествию по пустошам западного Мундаса. Местное поселение подвергается налётам бандитов, и только ты в лице бесстрашного странника способен их остановить. В игре «Одворлд. Гнев незнакомца» тебе предстоит отлавливать преступников живыми патронами из арбалета, устанавливать ловушки и отправляться на охоту. Исследуй населённые городки, буйные леса и крупные промышленные предприятия. Тебя ждёт уникальный геймплей с беспрепятственным переходом между видом от первого и третьего лица. В этом великолепном ремейке шедевра тебя ждёт полностью обновлённая графика, запоминающиеся боссы, великолепный геймплей и потрясающий юмористический сюжет. Так что вперёд, ковбой! Рано или поздно обнаруживаешь, что Лидия Удача – обыкновенная проститутка, а у тебя кончились наличные. Да, друзья мои, первое место заслуживает самая глубокая, поэтичная, трагичная и нуарная игра за всю историю видеоигр. Макс Пейн – игра-легенда. Стоит ли говорить о ней, если она прекрасно говорит о себе лучше остальных? Именно поэтому я буду использовать её же цитаты в описании её самой. Макс Пейн – это драма, подобная лучшим поэзиям Уильяма Шекспира. История о мести мужа, потерявшего жену и маленькую дочь. Вся игра – это переписка со смертью длинными автоматными очередями. Игра, в которой понятия добра и зла – это всего лишь разное обличие одного и того же чудовища. Где для того, чтобы поступить неправильно, нужно гораздо большее мужество и сила воли, чем для того, чтобы совершить подвиг. Геймплейный прародитель боли тайма – лучший представитель жанра и один из самых достойных показателей сюжета. Если среди вас есть те, кто не проходил или сомневается в прохождении этой игры, прошу откинуть сомнения, так как эта игра будет преследовать тебя подобно тени. Ты можешь сколько угодно притворяться, что не замечаешь её. Можешь игнорировать, не обращать внимания, можешь надеяться, что ночная тьма заставит её исчезнуть. Но всё это не изменит того факта, что твоя тень будет всюду следовать за тобой. А на этой прекрасной ноте мы и закончим. Ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. А по этим ссылкам можешь посмотреть пропущенные видео. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. Увидимся! Устранение охраны и уничтожение маниакального учёнора... Учёнора. Пи***ц. Устранение охраны и уничтожение маниакального учёнора... ... ... Продолжение следует...